В эфире фиторецепты. Программа о том, как приготовить удобрения, средства защиты от болезней и вредителей своими руками. В арсенале дачника желательно иметь корки цитрусовых. Если вы не запасли заранее шкурки цитрусовых, то можно воспользоваться и свежими. Давайте прогоним со своего участка муравьев при помощи цитрусовых. Моем несколько мандаринов, снимаем шкурки, измельчаем с добавлением небольшого количества воды, разводим до состояния кашицы. Ситуация, которая знакома многим дачникам. Муравьи обосновались в основании куста, земляники и кустик может погибнуть. Если вы не пользуетесь химией, этот метод для вас. Разгребаем почву и вносим под куст кашицу. В скором времени муравьи покинут это место. Цитрусовые выращивают с минимальным использованием пестицидов. Один средний плод содержит более 60 флавоноидов и 170 различных фитонутриентов. Уникальность цитрусовых фруктов в том, что полезны не только мякоть плодов, но и кожура. В кожуре, например, мандарина, содержатся органические кислоты, пектиновые вещества, антиоксиданты, эфирные масла, каротиноиды. Это и придает цедре мандарина полезные свойства. Большая часть микроэлементов и витаминов мандарина сосредоточена именно в кожуре. Если вы хотите прогнать с участка муравьев, то раскладывайте кашицу в муравейниках и местах передвижения муравьев. Также можно посыпать муравейники и сухим порошком измельченных корочек цитрусовых. А еще цедра богата калием, поэтому мы не только с вредителями разберемся, но и дадим растениям дополнительное питание. Бактерии и черви с удовольствием переработают эту органику. В конце лета мы заново приступаем к пассивам зеленых культур и корнеплодов. На грядках уже взошли редис, горох, салаты, листовая капуста, укроп, дайкон и репа. Но за сезон развелось много вредителей, которые только и ждут, чтобы полакомиться свежими всходами. Ночи становятся прохладными, что нравится слизням, и, конечно, всходы повреждает крестоцветная бложка. Хорошо поливаем грядку и ждем, когда почва немного проветрится. Всходы должны полностью просохнуть. После этого опудрите всходы золой, это поможет отпугнуть вредителей. Впоследствии после поливов зола уйдет в почву и будет дополнительным питанием, что особенно нравится корнеплодам. Также опудрить всходы можно табачной пылью или сделать смесь из золы и табачной пыли. Есть еще один действенный вариант против вредителей. Добавьте в лейку с водой одну столовую ложку дегтя. Деготь, конечно, не разводится в воде, но запах все равно получится очень сильный. Также деготь можно использовать на грядках с капустой. Запах дегтя хорошо отпугивает бабочек-белянок. Установите палочки с намотанной ветошью, которые периодически пропитываете дегтем. Если слизней на грядках так много, что никакие способы не помогают, придется собирать их вручную. Для этого в теплице установите ловушки. По краю грядки выкопайте канавки и заполните их овощами. Хорошо полейте и закройте доской. Ближе к ночи на это угощение соберутся слизни и вам остается лишь собрать их. Получить хороший урожай винограда мечтает каждый дачник. Но в связи с погодными условиями это возможно не во всех регионах. В холодных регионах избыток влаги приводит к тому, что жидкость застаивается у корней. И это, в свою очередь, провоцирует развитие гнили и различных грибных болезней. В условиях средней полосы России часто бывает холодная весна, которая существенно сдвигает сроки созревания виноградных гроздей. Если лето выдалось дождливым, то на листьях появляется белый мучнистый налет. В последнее время многие дачники начали задумываться о применении безвредных веществ для борьбы с вредителями и болезнями. Сегодня предлагаем вам воспользоваться содой. Это универсальное средство найдется у каждой хозяйки на кухне. Оно недорогое и безопасное. При правильном использовании такой привычный продукт станет незаменимым помощником выращивания винограда. Давайте приготовим универсальный коктейль. На 5 литров воды 5 чайных ложек соды, 5 чайных ложек дегтярного мыла, 50 мл подсолнечного масла. Опрыскивание делаем в сухую безветренную погоду вечером. Масло и мыло – это хорошие прилипатели. Масло создает защитную пленку, через которую сложно проникают фитопатогены. И это опрыскивание помогает в качестве профилактики от мучнистой росы. Обработка таким раствором увеличивает сахаристость ягод, дополнительно защищая плоды от поражения серой гнилью. Также сода хорошо помогает от клеща, но опрыскивание нужно начинать с момента распускания листьев и продолжать в течение сезона. Опрыскивать нужно тщательно именно внутреннюю часть листьев. Это была программа «Фиторецепты». Желаем здоровья вам и вашим растениям! Редактор субтитров А.Семкин